Все, я готов. Давайте еще раз знакомиться. Меня зовут Евгений. Меня зовут Анна. Алексей. Эта передача называется «Кто умнее?». Вы будете участвовать в ней вместе со зрителями. Их там дофига народу. Все они умничают. Как все будет, рассказываю правила. Каждый правильный ответ, прикосновение – 100 рублей. Я вам даю. Нормально я придумал? Да, да. Такое шоу никто не придумывал больше никогда. Если вы видите плагиатов, это все кто? Плагиаты. Это все от лукавого, от марозера, маргиналы. Личные меры. Двуличные. Да. Так, я очень волнуюсь. Мы тоже. Первый вопрос. Как назывался народ, издавна населявший Англию? Англосаксы. Да, да, да. Что-то такое было, да. Англосаксы. Вы согласны, кстати? Да, я согласна, конечно. Мы утверждаем этот ответ, правильно? Да. Англосаксы. Я, к сожалению, не буду подсказывать. Обычно я всегда подсказываю. Не, 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 не. Открывайте комментарий, пишите цифру 1 и свой вариант чирикайте. Я вот это очень. Второй вопрос. Вы можете треснуть на паузу для вашего удобства и написать ответ в комментах. А сейчас я озвучу второй вопрос. Почему-то именно он не записался в звук, представляете? Итак, вопрос. Сейчас, секунду, я прочитаю. Почему великий князь Владимирский Всеволод Большое Гнездо получил такое прозвище? Что-то у меня была прическа какая-то такая. С прической что-то связано, с волосами, да? Нет. Нет? Знаешь? На фоне не было. Я... Потому что у него было много родственников, на фоне. Не, не, не. У него прическа какая-то большая. Доверимся женщине? Пускай будет так, да. Окей. Диапарон. Третий вопрос. Как называют человека, который коллекционирует монеты? Нумизмат. Кто автор известного детского стихотворения о бычке, который идет, качается, вздыхая на ходу? Агния Барто. Агния Барто. Я не знаю, правильно это или нет, но в любом случае, вы пишете свою лабуду, здесь уже все сказали. Кто является основателем Москвы? Юрий Долгоруков. Да, наверное. Да, наверное. Если смотреть. Нет, нет, ты что там, блядь, уже за границу приехали. Нет? Ну, пускай. Пусть будет Долгорукий. Долгорукий, да, ну так. Ну, насколько я, по-моему, не скажу. Пишите свои варианты. Да, да, да. Ну, что, Долгорукий точно? Да, Долгорукий. Вы уверены, сто процентов? Нет, не уверены, сто процентов. Ну, утверждаю. Вот, а вон, он Долгорукий. Какому фараону была построена самая большая пирамида? Рамзес. Третий. Или пятый. Третий. Нет, не этот, который... Рамзес, трой. Да, пускай. Не знаю, быстро, быстро. Нет, 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 нет. Рамзес точно. Точно? Рамзес. Заметано. Кто из великих исторических деятелей мог одновременно писать, читать и разговаривать? Я еще говорю, что ты чего? Цезарь. Да, 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 Цезарь. Юлия Цезарь. Точно? Цезарь. Я не знаю, почему вы отвечаете именно так. По-любому, да? Да, по-любому. 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 Я думаю, да. Пишите свои варианты. Вопрос последний. Кто победил Соловья-разбойника? Соловья-разбойник. Юлия Муровица. Да, да, да. Соловья-разбойник. Какой ты умирал? Юлия Муровица. Ну, вы уверены, да? Ну, да, я думаю, да. Утверждаем этот ответ. Ну, да, я разбойник. Все? Было 8 вопросов. Вы пишите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 столбик. Ответы. И одним комментарием высылайте, его не исправляйте. А сейчас будут ответы. Народ, который населял Англию, вы сказали, что это англосаксы. Англосаксы. А правильный ответ – бриты. Это было неправильно. Почему у Всеволода погоняло большое гнездо? У него было просто много детей. Да ладно. Именно детей. Именно детей. Ну, я примерно сказал. Да, да, да. Коллекционер. Коллекционер. Ну, мизмат вы сказали. Ну, мизмат. Соточка, соточка уже в топке. Кто автор? Идет бычок, качается, вздыхая на ходу. Вы сказали Агния Бордо. Бордо. Я не понимал. Кто является основателем Москвы? Йок Макарек. Ну, какой же это Юрий Долгоруков? Долгорукий. Какому фараону была построена самая большая пирамида? Вы сказали Рамзесу, Рамазанову, Хеопсу. Блин. Так, кто из великих исторических мог делать все? И писать, читать? Он все мог делать. Я так делать не умею. И этот человек-молекула. Цезарь. Цезарь. 400 рубасов в топке у вас. И был вопрос, кто победил Соловья-разбойника, и тут вы назвали Илью Боромса. А это значит, что еще минус сотка из моего бюджета. Аллилуйя! Передаю привет моему сыночку Артему, моему сыночку Данилу, родителям, братьям, всем нашим друзьям. Ребята, таким способом можно зарабатывать деньги. Аня Кося, Лёша. Чудо. Я наше не буду. Да. И сейчас таки вы играете. 500 рубасиков, это ваше... Надо быть умными. Ваша приз. Мы извозьми вопросов, и сходим до двоих, конечно. Все, ребята, спасибо вам за участие. До свидания. Всего доброго. До свидания. Аллилуйя. Итак, это была передача «Кто умнее». Надеюсь, вы все начерикали в комментариях, не исправляли и никуда не подглядывали. Не забудьте поставить этот лайк. Если вы не поставите лайк, я вас всех найду. И всем вам вот так вот пальцем, а потом вот так вот этот палец и вот так еще вот эти пальцы. И поставьте лайк. Вы что, ребята? Ну что вы? Что это за безобразие? Балаган-то? Балаган-то какой-то? Секунду. Алло. Алло. Сейчас я перезвоню, я снимаю сейчас. Давай. Так. Поставьте эти колокольчики, чтобы вам приходило уведомление о том, что выходят видосы. А видосы будут выходить чаще. Второй канал, где я сделаю прямой эфир. И он, возможно, будет иногда таким же тематическим, с вопросами связанным. И вы будете участвовать в этой передаче в прямом эфире. И там колокольчик в мандите, чтобы этот прямой эфир не проежить. Все. Я прощаюсь с вами. И напоминаю, что спонсор этой передачи – это ведущий свадеб. И не только свадеб. Это я. Вот посмотрите, какой. Сайт есть в описании. И вы можете все узнать, что почем, половыхи там, где-то, как и докуда. В любую страну, в любой город. Зовите меня, я приеду и все вам проведу. Аллилуйя. Лайк. Вонючий лайк этот. Вмажьте хорошенько. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok